вот такой классный офигительный соус мы будем с вами сейчас готовить показываю на улице что посытнее было смотрите какой он густой видите он даже не переливается прям сама густота ну поехали здравствуйте дорогие друзья как и обещала хочу вам сегодня дать рецепт замечательного соуса из оранжевых томатов их очень много у нас в этом году как я уже сказала это отличный соус и в подливку и просто на хлебушек и просто со вторым блюдом с мясом с чем хотите нам понадобятся очень простые ингредиенты томаты я их уже подготовила сейчас вам скажу как подготавливала они у меня уже порезаны подготовлены покажи вот так понадобится базилик у меня в этом году свежего базилика нету потому что я не вращу у меня есть сушеный базилик с того года понадобится красный базилик если не любите базилик или вкус базилика вам не нравится ли запах вы можете его не добавлять и понадобится девяти процентный уксус соль и сахар вот и все друзья и еще нам понадобится черный перец горошком всего лишь буквально три штучки если не хотите не добавляйте это на любителя черный перец молотый можете красный перец а можете не добавлять если не любите острым куб я добавлю и добавлю еще у меня есть сушеный перчик острый я его тоже мелко мелко раскрашу и тоже добавлю вы тоже можете добавить свежий острый перец сушеный какой у вас есть и понадобится на растительное масло без запаха можно запахом но мне просто не нравится запахом и моей семье поэтому мы добавим вот такое масло без запаха а еще я добавлю чесночка на это по желанию друзья кому-то если любите чеснок кто добавляется очень вкусно с чесноком а если кто-то не любит то можно и обойтись без чеснока как я уже сказала соль сахар все будем пробовать это по вкусу как вам нравится столько и будем добавлять готовим дорогие друзья баночки я помыла вот они у меня прям видите какие чистенькие прям все такие блестящие стоят с крышечками обязательно постерилизовать крышечки нам надо и баночки чем я сейчас и займусь наливаем масло ну вот такое количество принципе достаточно немного масла помыли вот такие красивые помидорки и кладем их в кастрюлю и обливаем кипятком для того чтобы снять кожицу но до этого режем их крест-накрест режем вот так чуть-чуть крест-накрест для того чтобы на легко было с каждой долечки снимать кузыру и кладем вот так в кастрюлю кладем вот так в кастрюлю и заливаем кипятком и вот так и заливаем кипятком для того чтобы у нас мало кожица простояли у нас наверно минут пять томаты в горячей воде и смотрите как хорошо с них снимается кожица снимаем теперь всю кожицу друзья режете такими кусочками которыми вам удобно крупнее если вы любите в подливки крупные кусочки томатов можете крупнее можете мельче можете вообще мелко-мелко чтобы это было как томатная паста я режу вот такими вот видите произвольными средними кусочками и не мелкими совсем вот мелкими и не крупными вот такими произвольными и не забывайте вырезать конечно же плодоножку после того как очистили томат и насыпаем наши томаты девочки пока у нас тушится томаты в это время мы режем чесночок вы можете покрупнее помельче кружочками как кому нравится я режу вот так про меленько-меленько-меленько девочки постапа практически соус готов смотрите какой он густой это просто он закипает смотрите прямо густой прям вообще отличные томатики какой красивый цвет и в это время вот буквально за 20 минут до готовности мы добавляем с вами чесночок и соль сахар девочки мы добавляем по вкусу прям добавили сахар кучу чуть-чуть попробовали если нравится вам вкус то хорошо солю ски добавили посмотрели понравилось значит достаточно нет еще добавили как бы соль сахар по вкусу и уксус то же самое а за пять минут до готовности мы с вами добавляем базилик добавляем черный перец горошком соответственно кому нравится чуть-чуть я буквально три горошина добавила и добавляю перец черный вы хотите красный я уже вам об этом говорила а можете и не добавлять если кому-то не нравится добавляем базилик чуть дочь пробую вкусненько на девочки соль сахар соль сахар по вкусу и уксус ну где-то я вот на сковородку при столовой ложечке кстати если хотите можете добавлять бальзамический уксус либо яблочный уксус если вам нравится мне больше нравится обычный 9 процентный вот так базилика я думаю достаточно девочки добавила за две минуточки уже когда все кипело за две минуточки добавила уксусу всего лишь три-четыре ложечки сань вкусно обалденно я знаю что ты любишь да о сань как ты говоришь можно не закатывать у банка все друзья закатываем банки все готово густой отличный соус покажу в баночках